Всем большой привет, с вами Диодан, сегодня мы ненадолго окунемся в мир Royal Bounty. Игра вышла 10 августа в Steam и направлена на любителей RPG в духе 90-х годов, а-ля Герои Меча и Магии, Kings Bounty, версии 90-го года. Не буду вас долго томить, сразу же приступим к новой игре и отправимся. Ну что ж, темница. Вдохновившись историей про искателей приключений, вы решили испытать удачу. Купили маленькую лодку и отправились в сторону континента под названием Форестрия. К несчастью, вы сошли на берег не на том острове и попали в тюрьму для работорговцев. Так, ну что ж, мы видим, что у нас забрали все наши ресурсы. И вы знаете, когда я первый раз включил эту игру, мне вспомнилось еще те времена, когда, помните, были что-то вроде таких пдашек, как в Сталкере. И люди с помощью стилуса играли в некую аналогию первых героев. Это были те времена, когда еще не было там ни айпадов, ни айфонов. Когда, ну, люди не играли постоянно в метро, а уже больше читали. И увидеть человека, который играет в такие игры на телефоне или на пдашке, это было вообще очень-очень круто. И я тогда на тот момент очень сильно завидовал. Ну что ж, когда подвернулся подходящий момент, вы начали бунт и оглушили охранника камеры. Сейчас в тюрьме нет других охранников, и это наш шанс бежать. Берите своих друзей и бегите, что есть сил. Охранник скоро очнется. Ну что ж, вот он, наш охранник. Вы можете ознакомиться с графикой игры. Как ни странно, оно у меня немножко подлагивает. Вы, наверное, это в дальнейшем заметите. Не знаю, с чем это связано, если честно. Может быть баг игры, может быть баг сборки, какую я скачал. Потому что, если признаться, я ее не покупал. Ну, вы меня поймете. Найти игру очень легко. Достаточно набить название игры и всем известный сайт. Ну что ж, здесь у нас есть враждебные крестьяне по отношению к нам. Видите, да, показываются мечи. И дружелюбные товарищи. Давайте попробуем с ними поговорить. Итак, идем же. Надо как можно быстрее выбираться отсюда, пока нас не хватились. Что идет прибавка к отряду. Давайте, может быть, посмотрим на нашего рыцаря. Джим. Уровень 1. Знание. От знания зависит количество очков магии, которую может иметь ваш герой. Как правило, за каждый уровень развития этого навыка, герой получает по 10 дополнительных очков магии. Далее. Магическая сила. От силы магии зависит проложительность и сила заклинаний. Навык защиты героя добавляется к навыку защиту каждого из отрядов в армии вашего героя. Он уменьшает урон, получаемый вашими отрядами на поле боя. И навык нападения. Навык атаки героя добавляется к навыку атаки каждого из отряда в армии вашего героя. Он позволяет отрядам наносить больший урон противнику на поле боя. Далее. Мораль. При нейтральной морали ваши войска не получат дополнительные возможности атаковать, но и не будут пропускать ход. И удачи, при нейтральной удаче атаки ваших отрядов будут обычными Удачи и неудачи обойдут их стороной Мана 10 из 10 Есть какие-то у нас оковы Ни вы, ни ваш противник не смогут сдаться Или сбежать во время сражений Требуется герой 5 уровня Странно, но у нас джим 1 уровня Так, это кто такие? Ополченцы, атака 2-4 Распускать я их, наверное, не буду Есть еще крестьянцы И крестьянцы, господи, еще один отряд ополченцев Так, 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 так Карта, кстати, довольно неплохо проработана Видим, что там, судя по всему, кому-то не удалось К сожалению, покинуть это подземелье Но мы же его постараемся В коридоре слышатся стоны Помогите, не оставляйте меня здесь Судя по всему, это вот этот товарищ Просит нас о помощи Но мы, как известно, своих не бросаем Давайте попробуем помочь ему Ага, только посмотрите-ка Один момент, за нами гонится охранник Этот коридор слишком темный Мне кажется, что он не может вести к выходу Ну ладно Нам надо, во всяком случае, спасти их Посмотрите, там у нас тоже есть крестьяне Давайте их тоже попробуем Группа крестьян желает присоединиться к вам Вы согласны? Конечно же, конечно же, я согласен Я думаю, что нам пригодится помощь этих товарищей Еще раз отбегаем И да, я могу с ними подружиться Надеюсь на это очень сильно Но охранник, как мы видим, постоянно идет у нас по пятам Благодарю за спасение Группа крестьян желает присоединиться к вам Вы согласны? Конечно же И посмотрите-ка, выхода у меня, получается, больше нет Ну, не остается никакой возможности Кроме как бороться с охранником Правда, у меня уже в отряде 86 крестьян Знаете, как-то великовата для темницы Ну да ладно Такс-такс-такс-такс-такс Слушайте, у него тут армия Как я вижу, довольно неплохая Давайте посмотрим на карту Что у нас здесь есть Башни, она напоминает башню мага Ну, это Просто первая ассоциация Из книги Ведьмака Джей Сапковского Там тоже были такие Похожие башни магов Это коровник, насколько я понимаю Лисопилка Хижина крестьяна Кстати, одинаковые они Ну, быть может, часовня Судя по колоколам И разноцветным стеклам В окнах Далее, это вполне вероятно, что Ну, кузня Здесь, судя по всему, куют оружие Потому что мы видим Там вот, и, к сожалению, не могу рассмотреть Но находятся щиты И, собственно говоря, какая-то небольшая Емкость с водой Ну, это, быть может, казарма И алтарь для телепортации Как из Сакрда Так, ну что ж Наш товарищ ополченец Давай-ка вставай На этот Немного неправильный путь Я бы их, конечно же Объединил Но у меня нет Иной возможности Кроме как Бороться с противником Слушайте, а магия вообще Есть у меня? Щит Пять маны Итак, даруем Итак, даруем щит Нашим товарищам И нападаем на воров Как и, насколько я понимаю Это воры А, да Разбойники Но мы видим, что Товарищи, товарищи Нас почти что убили Еще раз атакуем И теперь Бьем крестьянами Ну, пока что крестьяне Самый внушительный отряд Который у нас есть Еще какие-то То ли гоблины То ли орки Немного непонятно мне Но вот Больше всего докучает Конечно же Вот этот отряд Лучников Наибольшее количество урона Он нам наносит Ну, сейчас попробуем Добить гоблинов И, как ни странно Он постоянно Фокусируется на крестьянах Ага Ну, вот он отвлекся на оболченцев И мои оболченцы Желкополучно сдохли И что, мне удастся победить? Я даже Я даже не ожидал Охранник Была симпатичная блондинка За мужество Проявленное в бою Джим получает 648 единиц опыта Ну, теперь я могу Себя здесь чувствовать Вообще в полной безопасности С охранником мы разобрались И вот-вот-вот Те самые-те самые Небольшие подлагивания Я не знаю С чем это может быть связано Но, вы знаете Есть теория Что все-таки Это с игрой связано А не с моим компом Но потому что Я не знаю Игра там весит 90 мегабайт А неужели мой компьютер Не способен ее потянуть? Ну, хрен его знает Вы оставили ложный след Будто пошли в другое направление И это должно немного Задержать стража Но мне уже абсолютно На это наплевать Со стражем я благополучно Разобрался Так, только один момент Как теперь выйти Ну, судя по тому Что там уже начинается Песчаная гряда Быть может Там и находится выход Да Глядите Там лодка Это наш шанс спастись Ну, давайте попробуем Перейти на лодку Вы устремляете лодку Прочь от острова тюрьмы Спустя пару часов Начинается ужасный шторм Вы молитесь Надеясь на милость судьбы Глава 1 Форестрия Королевский двор И предатели Кстати, красивый арт Там где-то у нас гальон Судя по всему Затонул Быть может это даже Восточная страна И нас выкидывает На берег Слушайте, ну Довольно приятная Атмосфера Игры Я как это определяю Я не напрягаюсь В игре Это очень хорошо А если я не напрягаюсь Еще и при записи То это вообще Замечательно Ну что ж Мы Видим, что наш корабль К сожалению Затонул И теперь Да Крушение Штом разбил Вашу лодку Три дня Вы болтались в море Пока вас не подхватили Прилив И не выбросил на берег И куда Прямо к сияющему Чудесному дворцу Понятно Только где этот дворец Я пока что не вижу Там Кстати может быть Дружелюбная Может быть и нет Вроде да Давайте попробуем Поговорить Это ваша лодка Вчера затонула Чертовски мощный Шторм был в эту ночь Я уже 10 лет Живу в Форестре И никогда Не было такой погоды В общем Я Рагнак И я один из немногих людей На этом острове Кому вы можете доверять Если вы раздобудите Мне стрелковый лук Я покажу вам Остров Мой лук сломан А без него Я вам помочь Ничем не могу Так Где мы можем найти Его лук Быть может в городе Но это судя по всему Либо замок Либо город Давайте пообщаемся Меня никто Не предупреждал О твоем прибытии Заявляет пограничный страж И я не могу Тебя пропустить Советую тебе Сначала поговорить С хранителем Ключей Ага Туда я пройти Не могу Здесь у нас Есть что-нибудь Интересное А-а Кстати Быть можно Вот в той опушке Давайте попробуем Посмотреть Да Смотрите Здесь есть лук Увеличивает Ваш навык Стрельба На 10% Увеличивает Навыки Атакы Эльфа На 3 Требуется Герой С навыком Стрельба У меня такой героя К сожалению Нет Мой Товарищ Судя по всему Рыцарь Ну я Дам этот лук Тогда Как там Рагнак Или Рагнар Ага Отличный лук В путь Все Замечательно Ну и теперь Нас туда тоже Не пропускают И посмотрите Снова воришки Разбойники Эти громилы Выглядят Нушительно Но мы ведь Найдем Способ их Одолеть Возможно Нам стоит Попытаться Разделиться На небольшие Группы И атаковать Их С разных Сторон Верзел Подошел К вам И начал Издеваться Оскорбившись Вы ударили Его К сожалению В кустах Притаились Еще два Разбойника Я думаю 39 крестьян Способны Разобраться С ними Так Отлично Один упал Приближаем Крестьян 38 Слушайте Одного Все таки Забрал Зараза Такая Ну теперь Я думаю Успею его добить Поздравляем Мы победили Получаем 12 единиц Лагер Разбойник Посмотрите Это Лагер Разбойников Вы могли бы Принести Что-то Из этого Шатра Во дворец Короля Может Нас Пустили Внутрь Давайте Посмотрим Завидев Вас У своего Шатра Хранитель Ключей Немедленно Узнает Я уже Приказал Пропустить Тебя Ворчит Иди Своей Дорогой Ага На дороге Валяется Золото Нормально Так А вы Кто Такие Королевская Стража Требует Чтобы Вы Остановились Ага То есть Нас Туда Не пропустят Ну ладно Быть может За небольшое Количество Денег Я смогу Подкупить Лояльность Кстати Посмотрите Что-то На карте Появился То ли Бак Графический Какие-то Гексы Ну Видим Что Не знаю Либо Немножко Кривая Сборка Либо Что-то Другое Стоя Крестьянам Нельзя Во дворец Короля Докажи Что Ты Достой Войти Мудр Да Я Теб Докажу Взятка Ребятушки Не меняет Дело Извини Дружище Но у нас Нет времени Для пустяки Королевская Служба Это Серьезная Задача Ага Понятно Вы Расквитались Разбойниками Если Вы Храбрый Воин То В Королевстве Найдется Для Вас Работа Есть Более Серьезные Бандиты Например Предатель Херберт Принесите Его Голову И Будете Щедро Награждены Возможно Король Райенхард Даже Окажет Вам Особую Честь И Даст Аудиенцию Ага Ну Что Что Давайте Поком Поговорить Поступило Приказание Короля О том Что Вы Вы Выдвигаетесь На Поиски Люди Не Будут Событие Двор Короля Рейнхарда Очень Красивое Место Даже Караулка Будто Срисована С одной Из Древних Картин Значит Вы Хотите Чтобы Я Вам Сделал И При Этому У вас Нет Даже Какого Ни Простого Дешевого Меча С Который Мог Поработать Принесите Мне Что Нибудь Я Вам Сделаю Из Меч Паладина Не Беспокойтесь Я Ничего Нам Не Показывает И Улучшить Экипировку В Кузнице Понятно Что Это Такое Меня Никто Не Предупреждал О твоем Прибытии Заявляет Пограничный Страш Я Не Могу Тебя Пропустить Совет У Тебя Сначала Поговорить С Хранителем Ключей Так Это У нас Кто Такое Да Я К сожалению Не Могу Пройти Я Нахожусь На Посту А Ну Это Давайте Побольше Потому что Неизвестно Что У нас Там Будет Ждать У меня Теперь Есть 129 Крестьян И Можно Смело Отправляться В путь Вот Видите Небольшие Пролагивания Есть К сожалению Но Только Главное Чтобы Охрана Меня Не Пропустила Что Там Получится Нет Королевская Охрана Требует Чтобы Вы Остановились Охрана Пропускает Вас Замечательно Погнали Дальше Лесной Воздух Просто Чудесен Просто Рай В сравнении С душной Сырой Темницей С которой Вы Только Что Сбежали Ну Понятное Дело А Моя Ферма Прямо За Этим Поворотом Налево Мы Сможем Дойти До Нее И Проверить Что Все В Порядке Спросил Рокнак Давай Проверим У тебя Еще И ферма Слушай Нормально Живешь Тут Правда Ребятушки Я думаю Не Очень Рада Нас Встретить Господи Единорог Еще Перед Вами Очень Крупная Сильная Лошадь Животное Пристально Уставилось На Вас Вопросительно Жуя Траву Вы Протягиваете Руку Чтобы Погладить Ее Но Лошадь Незапно Разворачивается И Убегает Неизвестном Направлении О Нет Это Была Моя Лошадь Прямо У него Рокнак Как Ж Разыскать Мою Лошадь Прошу Вас Я Обещаю Отправлять Вам Половину Всех Денег Которую Мне Приносит Моя Ферма Это Же Просто Лошадь Возможно Кое Кто Забрал Ее Уже К себе Колодец Как Мне Кажется Будет Восстанавливать Ману Ну В принципе Как и в Героях Давайте Посмотрим Ага Ну Колодец Нам Не Всем HD Интерфейс То ли Что-то Другое Или Телефонный Но В итоге Есть Возможность Увеличить Немного Все эти Иконки Все эти Параметры В итоге Игра Становится На мой Взгляд Более Приятной То есть Мы Видим Что Все Стало Чуть Чуть Побольше Быть Может Даже Из-за Этого Снизятся Лаги Ну Что Ж Снова Обращаемся К Давайте Попробуем Еще Раз Обратиться К 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 Чет Далее Что У нас Там К К Ну Надеюсь Они Убегут Потому Что Для них Это было бы Лучше Нет К К К К Убегать Не Хотят И Мы Видим Что График Стало Чуть Чуть Поближе И Играть Стало Реально Подкомфортнее Ну Что Отстремимся По К К К Смотрите У Нас Стрелки Могут Стрелять Даже Два Что Это такое чуть я сделал это интересно а я могу наложить щит получается на кого-то смотрите давайте на стрелков наружу хотя я думаю они не будут принимать участие в этой битве так далее крестьян выводим на огневой рубеж и снова отстреливаться мои лучники слушайте они вообще лютые ребята убивают практически с одного выстрела она пока что рагнак там не с много пользы к нам к сожалению приносят и крестьяне благополучно падают 134 единицы опыта мы с вами получаем и теперь идем дальше а старая добрая дилема после осмотра местности вы обнаружили тайник вы можете взять золото или раздать его крестьянам для получения опыта ну давайте раздадим крестьянам новый уровень я получаю плюс один там к мане или мудрости не помню ну и начальный броня уменьшать все повреждения носимой войскам героя на 5 процентов конечно же выберу броньку лучше заботиться о своих войсках далее здесь у нас тоже есть небольшой выбор 1000 xp но потом надо конечно же и золотишко поднакопить а феечки какие-то летающие разбойнички 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 но я хочу все таки побольше золота получить кстати это конец хода или что это такое интересно давайте сохранимся так вот здесь немного не непонятно мне что это дает но сосна и понимает цветы а слушайте тут еще даже можно посмотреть на все это дело деревья стена трава понятно ладно идем снова в бой против нас вот те самые полченцы у которых кстати лица похожи на скелетов видать очень плохо кормят этих товарищей тактика будет та же самая попробую понавесить на них своих стрелков конечно же лучников наших необходимо прикрыть желательно крестьянами и вывести их вперед стреляем по противнику а у крестьян кстати небольшая беда вешаем им щит а ну вот видите теперь я не могу видеть количество вот здесь собственно противника лучше убью его заранее так будет проще на мой взгляд теперь же стреляем напрямую крестьян выводим вперед чтобы не агрили противника на себя и защищаем рогнака от вражеских ополченцев четыре человека остается но я решаю добить идет нападение на крестьян крестьяне не успевает давать отпор так и теперь 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 рогнак стреляя по шестерке крестьяне нападают как раз таки на эту великолепную пятерку и теперь лучники я думаю смогут добить уже остатки войск противника все победа 332 единицы опыта я получаю новый уровень уже от морали армии герои на 1 продвинутый броня я пойду в броньку такс забираем золото себе и конечно же топаем дальше а теперь какие-то гоблины посмотрим какие они сильные нет нет гоблины тоже довольно дохлый но в принципе как обычно хотя тут знаете гоблина напоминает скорее каких-то кроликов но такая внешность у них довольно странная тактика не меняется стреляем я думаю тут даже не надо будет защищать наших крестьян с помощью магии и так все понятно что произойдет посмотрите один выстрел не очень сильного рогнака и просто все гоблины разваливаются 159 единиц опыта замечательно топаем дальше и спускаемся так что у нас здесь 875 единиц экспы и вот эти товарищи но не похоже будут посерьезнее в бою поскольку но викинги как не как встретиться огромными секирами но тоже попробуем по ним пострелять да слушайте два выстрела погибает только один только один на викинг реально очень хорошо бронированные отряды я думаю нашим крестьянам будет уже потяжелее немножко поэтому навешиваем на них магический щит отправляем вперед ну и кресть лучниками фокусируемся на нижних отрядах так как они первыми дотопают до моих стрелковых товарищей вот уже первые викинги пошли потопали так слышать наверное отстрелять по нему крестьянином нападаем на викинга он не успевает давать оборону а мы же фокусируемся на в том дальнем отряде отлично один человек всего остается и он нападает на крестьян крестьянные уже не могут давать отпору хохохохох просто их там порезали осекли так добиваем далее здесь наверно на 2 нападем отлично минус 1 цель нашей уничтожить отряд 69 65 и все победа 440 единиц опыта замечательно золото у нас тоже есть топаем вперед еще возьмем себе золотишко снова гоблины интересно а вот эти похоже у нас посильнее заразные гоблины а быть может там чмоек заразили или чем-то другим и очень хорошим но тем не менее дохнут эти заразные гоблины также очень легко что мне приятно правда посмотрите скорость у них очень высокая то есть сколько там получается где-то штук 20 ну давайте попробуем в этого пострелять минус 3 сразу же но крестьянам придется столкнуться заразой к сожалению такс 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 и попасть по нему анимация конечно же вообще очень забавная я могу сказать ну ладно христианами атакуем все 162 единицы и что это у нас такое нанять гно а это гномы слушайте давайте возьмемся 8 человек довольно неплохо неся показали в той битве здесь выбираем конечно же опять золотишко нанимаем крестьян слушайте ну что можно сказать по прошествию сколько там и поиграл наверно полчасика не заметил как пролетело время очень приятная игра как раз таки для любителей этого жанра для любителей по ностальгировать по тем временам получаем себе экспу как раз таки то за что и любили мы первых героев очень приятно очень приятно я думаю что еще как-нибудь ну чисто для себя и конечно же по зависаю в эту игрушку навряд ли будет прохождение ох господи охотники мы видим что до противник тут по нам начинает стрелять слушайте болинский бленд охотники там довольно серьезные на самом деле но попробуем за камнем прикрыть наши войска стреляем по и ну благо дохнут они очень хорошо крестьянам правда достается реально жестко минус 3 а вот блин как бы по нему-то попасть а быть может можно скрыть это вот видите вот видите друзья мои минус минус небольшой только только вот так вот я могу как-то стрельнуть по нему отлично минус 1 и минус 2 144 единицы опыта продвинутый мудрость начальное обучение золотишко там еще посмотрите зомби какие-то есть опять гномы довольно неплохо они себя показали в битве быть может здесь что-нибудь удастся нам получить появился старший конюх до нужного места но выносливости хватит на неделю а что ты там еще и получила еще есть возможность надеть куплен ну что друзья на этом наверное даже не знаю мы закончим наш обзор этот небольшой еще одну битву наверное проведем против короче местных легаласов за этими какая большая инициатива до местные легаласы вообще довольно жесткие могу сказать я думаю будет их тяжело уничтожить используем гоблинов крестьянам там прилетела мама не горюй легаласы очень лютые ну что мы поставим наверное охрану на наших викингов это никакие не гномы это викинги ребята какие-то гномы погибает 3 гоблина 2 христианина да быть может даже я не вытащу эту битву потому что стреляют там по жести пацаны но минус 1 все гоблины сдохли христиане сдохли викинги пока что держатся у них по-моему там вообще огромное количество барани наша задача пока там всех наших не перестреляли попытаться уничтожить наибольшее количество вражеских стрелков ну вот теперь уже противник понимает что скоро к нему придет гости он в виде секир и начинает фокусировать огонь непосредственно на них гоблин топай вперед мы же нападаем на эльфа ага и посмотрите даже не убиваем его то есть там парень очень серьезно настроен вот это вот уже видите начинают начинает начинает стрелять по нашим стрелкам ну я в это время конечно же должен дать ответку так как до него я доберусь очень не скоро далее гоблины атакуют эльфа и убивают его и теперь на великолепную четверочку нападаем ну крестьяне крестьяне тоже двигаться все 360 яиц опыта и посмотрим что это такое у нас что друзья закончим на этом нашу серию скажу что игра довольно приятная ненапряжная весит всего 80 мегабайт пойдет даже наверно древних компах можете найти все очень легко ребята ищется надеюсь что вам понравилось подписывайтесь на канал ставьте лайк и комментируйте и делитесь видео всем пока пока